Вырубка вековых деревьев точно не сделает город краше. А что сделает? Ответ на этот вопрос сегодня искали эксперты в рамках градостроительной конференции, которая прошла в Риге. Какой опыт других столиц Восточной Европы может перенять Рига, расскажет Евгения Копылова. Начни с себя. Этими словами свою презентацию о том, как совершенствовать город, закончил главный архитектор Вильнюса Миндауга Спакалнис. Весь день эксперты в области городской среды делились мнениями и идеями, как сделать город лучше. Вот опыт Вильнюса. Нужна парковка не перед витринами, а парковка на улице. Чтобы надо оберегать всю зелень, которая сейчас есть на улице, и этой зелени сделать еще больше. Что надо столько асфальта, сколько нужно, но не больше. Потому что это создает исключительные условия для автомобилей. И получилось так, что люди опять нашли приятно жить в центре. Так главный архитектор литовской столицы описывает стандарт улицы, где люди проводят время. И по его словам, Риге тут есть над чем работать. Рига для меня, как, там есть такие хорошие места. Ну вот, старый город, конечно, парки, конечно. Там поехал в сторону моря, там в Юрмале, там все приятно. Но вот есть такие большие, пустые пространства, где ты должен сесть в автомобиль и ехать из одного места в другое. И вот я думаю, эти пространства, они уменьшают этот радость жить в городе. Надо, чтобы все было ближе. 15 минут расстояние то, что человек едет песком. Еще несколько советов дал и главный архитектор Таллина. По его мнению, устройство города влияет и на наше психическое и физическое здоровье. Как Таллин, так и другие города Восточной Европы очень ориентированы на машины. Мало места для людей, для бизнеса. Моя презентация была концентрирована на одиночестве, на проблемах лишнего веса. Дизайн улиц может помочь бороться с этим. На все это нужно время. Нужно развивать общественный транспорт и так далее. Но самый важный вопрос, это вопрос нашего образа мышления. Все машины все равно никогда не поместятся в городе. Мы все еще сидим в каком-то бюрократическом, медленном. Это мы не можем. А вот планы у нас такие, вот там написано вот так. Смотрим на... и помним. Кадры решают все. Значит, надо привлечь новых кадров. Они придумывают разные вещи, как сделать. Они отвечают, как не делать. И к тому, чтобы избавиться от бюрократии, мы и идем, считают в департаменте сообщения Рижской думы. В Литве, в Вильнюсе они могли делать очень многие проекты без документации. В данной ситуации мы тоже идем в эту сторону. Можем уже, скажем, такую скамейку делать без проекта. Раньше, до 1 июля, мы должны были иметь проект, чтобы поставить скамейку. В департаменте сообщения говорят, что Рига во многом идет по стопам балтийских соседей. Они сделали первую работу, которую мы делаем сейчас. Мы делаем окружные дороги. Они это уже сделали. Мы, когда сделаем окружные дороги, мы сможем снизить потоки транспорта в центре города. У нас сейчас строится Восточная магистраль, у нас строится Саркандаугово-спарводца. В процессе идет разговор на счет консенсала-спарвода. У нас есть готов проект на счет Денведутилта. Четвертая карта. И у нас идет сейчас еще работа на счет въезда со стороны имматы. Также хорошим шагом Янис Вайвот считает снижение цены на проездной в общественном транспорте. Хоть и билет на одну поездку станет дороже. Евгения Копылова, Айварс, ЦАНС, Русалоса.